Всем привет! Я в самом начале доклада расскажу про то, что будет в докладе, ничего не будет, небольшие изменения, которые, естественно, могли отличаться от анонса программы, и вы для себя решите, пойдете ли вы со мной дальше или нет. Ну, коротко про себя, чем я занимался и почему я могу вам сегодня про все это там дальше рассказывать. Так получилось, что, несмотря на то, что я, конечно, не учился в Академгородке, но на неком отпочкованном от НГУ Мехмата местного еще одном факультете, в еще одном сибирском городе, я там, в общем-то, и начал увлекаться всякими математическими приблудами. А потом оказалось внезапно, что Java очень подходящий язык для имплементации всяких математических приблуд, потому что ты, как минимум, не должен париться об уборочке мусора. Но не суть. Я буквально коротко в начале минутка пиара контактов и прочего. Вот сейчас-то пока повисит, пока я буду про себя рассказывать. Сейчас, в данный момент, я работаю Java слэш Big Data тренером в компании EPUM. Веду два очень маленьких, но очень сюрреалистичных паблика, посвященных соответствующим топикам. Если интересно, присоединяйтесь, предлагайте новости, обсуждайте. Будем тереть за жизнь. Но вопрос, с которого я начну, мне будет легче понять, о чем мне с вами сегодня будет говорить и на каком уровне. Сколько людей из вас используют Hadoop в продакшене? Мне нравится, что некоторые, как старобрядцы, почти два пальца поднимают. Ну, в каком-то смысле можно провести параллели. Но хорошо, может быть, кто-то из вас не использует Hadoop в продакшене, но и считает себя Hadoop-девелопером, потому что, например, парсил целый гигабайт у себя дома на машинке. Есть такие люди? О, да. Все мы с этого начинали, да. Ну, хорошо, поехали. На самом деле у меня дофига слайдов и еще меньше минут, поэтому я буду в очень-очень-очень быстром темпе идти. Если будет тяжело, говорите. Все обычно начинается с такой шутоньки про, что такое бигдата. Я очень буквально две минуты посвящу этому всему. Обычно бигдата – это то, что не лазит в Excel. Поверьте, это все так, но только не для наших менеджеров. Для них все, что влазит в Excel, это как раз и есть бигдата, потому что это можно проанализировать, черт побери. А то, что нельзя проанализировать, уже не совсем. Откуда вся вообще фигня взялась? Дело в том, что каждые 60 секунд у нас генерируется огромное количество различных потоков данных. И ладно бы это просто были социалочки, но это еще и действительно важные данные. Сегодня на открытии как раз Сбертех жаловался на то, что у них транзакций стало больше, а деньги вроде бы те же. Вот оно все отсюда идет. Смотрите, еще появились мобильные девайсы, и в том числе всякие часики, умные носки, но на мне нет, конечно, умных носков. Они все генерируют какие-либо данные. Притом, обратите внимание, количество присоединенных девайсов, которые так или иначе срут нам в глобальный интернет, возрастает. Ну, это не совсем экспонент, оно некая геометрическая прогрессия. Также изменился характер данных очень сильно. Если раньше у нас был такой традиционный поток данных, которые были серьезные, такие взрослые данные, и они и продолжили расти, ну, около линейно, с некоторым коэффициентом, то те данные, которые мы раньше даже не задумывались собирать, теперь собираются, хранятся, а потом через 15 лет бизнес думает, что бы сделать нам старыми транзакциями, какой-нибудь Ситибанк сидит и думает, о, у нас появились какие-то классные данные, какие люди в каких банкоматах что делали своими карточками в 89-м. Может быть, что-нибудь сделаем с этим сегодня, и может быть, что-то действительно можно сделать, отличить чью-то финансовую историю. Я недаром пошутил про какой-то гигабайт. Действительно вопрос, где начинаются большие данные, где они заканчиваются, действительно ли миллион строчек в MySQL, это достаточно большой сайз, но для MySQL это большой сайз, особенно без индексов. Но если попытаться, знаете, вот есть такие ролики, скалирование. Вот мы на маленькой планете Земля, а там потом дальше звезды, солнце и вот это все, то вот эти наши любимые мегабайты, гигабайты, вот каждая, это всего лишь точка на следующем уровне. Я не могу представить там сейчас какой-нибудь крутой видеоролик, снятый при помощи NASA, который все эти данные изображает, но мы как бы мысленно сейчас пронеслись. Проблема в том, что интернет оперирует уже вон теми зелененькими квадратиками снизу, зетабайтами. Это серьезная проблема, пока мы наши системы точим на терабайты и петабайты. Но в целом, бигдаты это про петабайты? Нет, конечно, это ни хрена не про петабайты. Это как раз было бы очень просто, если бы нужно было что-то хранить, и бизнес уже научился последние 10 лет все это хранить, устанавливая всякие ноэскель штуковые. Но проблема в том, что кроме того, что ты это когда-то записал, тебе надо все это еще и прочитать. И во многом сегодня я буду говорить, как это все прочитать. На самом деле основная идея, это, конечно же, делать все в параллель. Вы можете каким-то образом параллелизироваться. Например, эффективно используя ресурсы, которые у вас есть, и которые как бы типа дешевые. Начнем с самых простых вещей. Это ядра. Ядрышек стало много уже 10 лет назад. И самый простой способ масштабирования был, это, конечно, ставить все больше сервера. Но еще более простой, ставить все больше средних серверов. И таким образом масштабироваться, скажем так, немножко горизонтально. Однако, вторая серьезная проблема в том, что мы хотим читать наши данные, именно читать наши данные с разных концов земного шара. И при этом мы хотим иметь довольно быструю доступность к этим данным. Ну, пускай они не свежи, не актуальны, но мы хотим читать быстро и желательно без сбоев. И вот это вторая фигня, о которой приходится задумываться. То есть вы должны иметь что-то, что умеет что-то делать в параллель, а еще оно должно быть хорошо устойчиво к ошибкам. Также, по сути, если бы вы сами писали систему, вы нуждались бы, ну, как минимум, некое распределенное хранилище на диске, ну, где хотя бы первичные ваши все данные хранятся. Это какой-то memory storage, в котором можно делать чуть более сложные операции. Это обязательно трэдпул. Если вы не берете какой-то готовый трэдпул из того, что есть в джавушке или в ее окрестностях, вы пишете, конечно, сами. Это должно по-умному как-то манипулировать потоками данных. И все эти потоки, все эти компоненты, ну, отдаленно похожи на потоки, должны еще как-то синкаться об какие-то барьеры. Это на тему того, если вы сами хотите изобрести велосипед. А потом в вашей организации, где вы сделали такой велосипед, вы должны еще дать удобный API для остальных людей, которые будут этим велосипедом пользоваться. Это часто основная проблема. Тот же Hadoop и его предядро Natch были довольно давно сделаны, но до нормального API, ну, там с этим еще света в конце тоннеля на самом деле нет. В общем, мы можем сами все изобретать велосипед, но на самом деле есть Hadoop, который является вот этим вот самым велосипедом под апачевской лицензией, который все предыдущие задачки, которые я перечислил, так или иначе решает. Речь именно об этом. На самом деле все обычно начинается с того, когда я вижу двух Hadoop девелоперов, теперь это уже Spark девелоперы, в будущем, наверное, это будут Fling девелоперы. Они начинают хвастаться, сравнивать размеры своего кластера. У меня тысяча машин, а другой говорит, у меня две тысячи машин, у меня всего десять, я такой неудачник. Весь вопрос в том, какую задачу вы решаете. Вообще все одну задачу решаете, тогда тот, у кого две тысячи машин, и он решает ту задачу, которую другой решает с десятью машинами, вообще-то неудачник он, потому что у вас не безграничны бюджеты в компании, я думаю, как и в любой нормальной компании, у которой бюджеты не ограничены, вы хотите это делать максимально эффективным способом, а не просто, чтобы оно как-то решалось. Начнем с самой простой вещи, она очевидная. Hadoop — это порождение дисков. С дисками случилась дисковая революция на рубеже веков, тысячелетий и так далее. Все вы помните, что и диски это, в принципе, и даже современная флешка, но читают со скоростью, отличающей на порядок другой. Я сейчас SSD диски не беру, я беру там старые HDD. А вот, например, их емкость, она увеличилась очень-очень-очень сильно. И количество данных увеличилось очень-очень сильно. А вот скорость движения всех этих головок, ну, скажем так, осталась на том старом механическом допотопном уровне. У меня в 2003 году был комп, который имел 5200 оборотов. И, в принципе, сейчас продаются Dell'овские ноутбуки с таким же количеством оборотов и с похожими скоростями чтения. Ну, буферы разве что выросли у них немножечко. Вся проблема в том, что мы хотим читать все эти данные в параллель. И первую задачу, которую решает Hadoop, это чтение всего этого в параллель. Второй, немножечко миф, в нем говорится о том, что мы сейчас накупим дешевого железа. Я представляю себе такие вот штучки, на которых в Visual Basic все программировали лет 25 назад. Мы сейчас их поставим, там будет диск в один мегабайт, и все это будет решать вместе параллель задачку. Это дешевое железо, в смысле это не супер страшные мейнфреймы, но это такие серверочки, такие в каком-нибудь Амазоне или там Google Cloud, у которых там, ну, по терабайту оперативочки. Это такой как бы чип считается. У него считание… Это железо, которое мы можем у кого-то арендовать. То железо, которое там стоит, например, около МГУ, вот это вот многоядерное, это не то железо, которое так легко арендовать и все это втащить. Ой, снова слайдик повторился. Ну, нельзя было не упомянуть основной принцип того, что наша система должна быть максимально еще живучей. Кроме того, что мы все это делаем в параллели, все это читаем, мы еще что-то вычисляем над всем этим, и оно должно быть, блин, очень живучим. Мы не должны терять результаты, потому что, представляете, сколько воркеров там потрудилось, собрали основание вашей пирамиды, и вы потеряли результат. И у вас даже нет способа рекалькулировать это. Ну, Hadoop эти вещи покрывает. Где-то здесь есть клинч между двумя парадигмами. Стандартный подход, который мы используем, например, когда пишем такую многопоточную Java программу, гласит то, что у нас есть большая такая шина, огромная такая вытянутая терабайтина memory, в которую у нас процессоры ходят за общими данными, нам приходится думать о всяких волатайлах, обо все в этом, и становиться гурой многопоточного программирования. Коих, конечно, единицы среди Java программистов. И я себе, например, к их числу не отношу, я забываю о безопасном программировании многопоточном. Мне намного больше нравится система по-настоящему распределенного программирования, когда отдельно нарезан на слайсы memory, когда задачи можно действительно изолировать, и вы можете как-то изредка объединять их результаты. На самом деле, я себе представляю хадуповских воркеров, вот все эти джобы, воркеры, как бы угодно ни назывались, неважно, в хадупе, я немножко буду заходить рукой туда и в Spark, и я все это вместе подразумеваю, называю все это вместе миром хадупа, это такие шайтан машины, в которую вы запихиваете свой код, то есть те действия, которые вы хотите выполнить рядом с данными. И вот этот основной принцип data-locality лежит в основе всего. Не как раньше вы кусочки данных упаковывали и пересылали куда-то вычислительным машинкам, а наоборот, ваш код это тоже данные, как гласит нам папа Clojure, он говорит, перешли мне, пожалуйста, данные туда в качестве кода, или код в качестве данных. Типичные хадуповские джобы, здесь картинка, конечно, больше релевантна старому доброму хадупу из первой версии, но суть примерно отражает. У вас есть какие-то сервисы, эти сервисы общаются с другими сервисами, они имеют начало, они имеют окончание и продолжительность жизни. И каждый из этих сервисов является некоторым процессом в какой-нибудь очередной GVM. Причем не обязательно в какой-нибудь супер страшный GVM, который нужен G1 для того, чтобы убирать за кем-то целый терабайт памяти. Вполне может быть 4 или 6 гигабайтовый кусочек такой хипа, в котором все это действие происходит на одну таску. А то и одна гигабайтовая, в этом ничего страшного нет. В итоге вы, по сути, натравливаете на первом этапе. Я сейчас чуть подробнее вообще сегодня в докладе буду описывать MapReduce подход. Я буду показывать, что из него можно еще выжать. Вы натравливаете набор задачек, как распростертые пальцы. Они что-то делают, фильтруют, прореживают ваши данные максимально. После этого что-то, что-то еще делаете и натравливаете меньшее количество Reduce демонов, которые уже агрегируют и делают вам окончательный результат. После этого эти джобы как-то останавливаются, куда-то записывают свое состояние, и это состояние объединяют. Смотрите. В Хадупе на самом деле очень много компонент, и MapReduce это очень незначительный его кусок. Это всего лишь парадигма, которая позволяет описывать вычисления. Это один из движков. В Хадуп входит замечательная пачевская библиотека, которую можно выдернуть отдельно. И не в качестве примера красивого кода, а в качестве примера того безобразия, что люди могут творить, когда их никто не контролирует, их никто не ревьюет и так далее. Это замечательная библиотека, в нее очень легко коммитить. Почти наверняка, если вы прочитали какой-нибудь клинкод, вы туда закоммитите что-то хорошее, это примут. С нее все стартуют. Дальше. Есть Hadoop Clients. Это различные клиенты под разные языки, и наверняка найдется язык, для которого, это я немножко за open source топлю, для которого еще нет Hadoop клиента. Это HDFS. Это система, которая переживет все. Сколько бы новых замечательных стриминговых хреновин не изобретали, HDFS будет жить. И ваши данные в HDFS будут жить. И с ними уже все придумали отлично, что делать. HDFS так хорошо теоретически исследовано и практически, скажем так, изобретена, переписана, наверное, самый такой жестко переписанный кусок, по которому до сих пор закрываются ищутся и все баги, который будет жить очень долго. Ярно это относительно свежий кусочек, который говорит, слушай, дружище, смотри, у обычных программистов есть контейнеры. Давай у нас тоже будут контейнеры. Давай ты не будешь думать о том, что там дальше будет происходить с твоими данными процессами. И ты просто скажи, сколько ресурсов тебе нужно на эту задачу. А давай даже не ты скажешь, а я за тебя подумаю, если ты не против по дефолту на сколько-то. А мне вот интересно, в HDFS когда будет нормальная поддержка NFS, ну, сопутствующие кербиоз? Я думаю, в HDFS никогда не будет. Я думаю, что вопрос именно безопасности, они все-таки лежат несколько выше. Все, что HDFS нам дает, это пародию на линуксовую систему с правами. То есть, если там нужно ее изолировать? Да, да, да. Вопросы безопасности сегодня не затрагиваем. Вопросы безопасности во всех вот этих опенсорсных тулах отвратительные. Обычно приходится, вы очень абсолютно верно заметили, тот же керберос ручками прикручивать. И MapReduce, о котором мы сегодня будем чуть подробнее говорить. Вот все эти фреймворки, которые здесь написаны, в принципе можно отнести к хадуповским. Они разложены здесь по некоторым полочкам, некоторые, скажем так, чуть более универсальны. И, например, RDD в Spark, они являются таким же низким уровнем абстракции, как, например, MapReduce. То есть, если вы пишете много кода на RDD, он, в принципе, такой же низкоуровневый, как и MapReduce-овский код. Если вы переходите чуть-чуть выше, используете, например, свежий DataFrame API или, например, PIC, в ситуации, когда вы работаете, например, с классическим хадупом, это такой вот pipeline API с источниками, стоками, здесь все хорошо. Есть SQL-like, и, будем честны, 99% полезных джоб, они здесь. Они все-таки здесь. Самых простых, написанных всеми, это Hive или Impala, и меньше Spark SQL, потому что это, по сути, пародия на Hive и коннектор к нему. Процессинг графов в той или иной степени шаткости. Он только делает вид, что он похож на все остальное. Это еще отдельный новый мир, который просто совсем как бы интегрируется. Это библиотечки для машинного обучения и различные вещи для стрим-процессинга. Но вот здесь вот этот список, он на самом деле почти бесконечный. Я просто вот два самых таких, наверное, главных на сегодня момент в продакшене. Выделил момент, он там просто… Люди, вот самый последний топик, он самый горячий. То есть обработка всего в стриме. Если посмотреть на всю хадуповскую архитектуру, я сейчас пойду по каким-то кусочкам, то у нас с вами есть, скажем так, несколько управленцев. Если убрать вообще выполнение, вычисление, то все данные у нас с вами охраняет HDFS, как я уже сказал. Контейнеризацией занимается Ярн. А непосредственно, если вы это все разложили по куче серверов, то у вас есть однотипные сервера, так называемые дата-ноды, где все просто так расклонировано. Там всегда есть небольшой процесс от Ярна, небольшой процесс от HDFS, ну как это часто бывает, как люди располагают. И всегда есть какие-то такие мастер-ноды, о которых приходится думать, что делать, если эта мастер-нода упадет. И вот здесь отдельно приходится думать в HDFS, отдельно приходится думать в Ярне, отдельно приходится думать для всех вещей, чтобы достичь high availability. Это отдельная такая история, немножко за рамками. В целом, после того, как вы перешли на хадуп, вы некоторые фичи получаете сразу вместе. То есть вы получаете автоматическую парализацию распределения, fault tolerance, data locality, именно потому, что код идет к вашим данным. Вы как бы декларировалось, что вы будете писать только сидеть map reduce функции. На самом деле не очень много кейсов ложится чисто в сборку и композицию двух map reduce функций. Иногда это map 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 reduce, иногда это reduce reduce или map map reduce map. То есть получаются намного более длинные, нетривиальные цепочки с какими-то промежуточными сбросами данных и так далее. А еще часто приходится переопределять код вокруг, вызовав этих map reduce функций. Но что мне очень сильно нравится, ты остаешься в парадигме однопоточного программирования. Тебе не приходится думать о каких-то примитивах синхронизации, шаринге, всех этих вещей. Шаринг у вас происходит через файловую систему. К этому нужно привыкнуть. Все свои состояния вы сбрасываете на диск. Именно поэтому все это дело не быстрое. И вообще, если вы будете процессить какой-нибудь один гигабайт, один терабайт, ручками быстрее написать самому небольшую утилитку, небольшой серверок, который все это будет процессить. Дело в том, что эта система лучше работает на действительно больших объемах данных и в случае возрастающей функциональности. Никогда вам нужно просто нули от единичек сортировать. Не в этой ситуации. Буквально коротко по HDFS демонам. Я буду сейчас ускоряться еще. Основная идея HDFS была в том, что мы хотели бы максимально уменьшить, вспоминаем наши механические диски, мы хотели бы, чтобы время на передачу данных мы тратили бы наибольшие. 99,9%. А вот время, когда головки переключаются и ищутся новые блоки данных, вот это время было бы минимальным, насколько это возможно. В итоге была рождена такая идея. Давайте у нас будет основной маршрутизатор. Наимнода это такой главный верховный процесс, который выступает в качестве маршрутизатора, который даже не сам занимается пересылкой данных. Когда клиент приходит к наимноде и говорит, так, мне нужны какие-то данные, он говорит, у меня есть супер таблица, где все хранится. И я могу тебе сказать, даже не сказать, я тебе вообще ничего не буду говорить. Я заставлю того, у кого эти данные хранятся, сходить к тебе и вернуть ответ. Все, я от тебя уже… То есть он просто перепнул в этой бюрократии кого-то и продолжит дальше работать. Очень удобно, очень классно, пока таблица имен не переполнится и вот этих вот путей. Это проблема. Это пипец какая проблема на самом деле, если у вас очень маленькие файлы. Поэтому основная научная мысль последних релизов Hadoop была в том, а как бы нам так сделать, знаете, вот как в Java Package есть или namespace какие-то. Может быть мы как-нибудь это несколько name-node поднимем, одна будет отвечать то, что начинается пути с буквы A, вторая за буквы B и C. Это как бы избежать нам вот этого перевыполнения. Потому что если у вас там миллиард файлов, о каждом один килобайт информации, можно себе представить, сколько нужно оперативки, чтобы все это положить. То есть вот здесь есть определенный затык. Но решение тоже есть. Проблема в том, что обычные ноды в HDFS, если вы вырубите ту name-node, в них данные останутся лежать, но там нет ваших файлов. Там есть блоки, как строительные кирпичи, в которых внутри что-то есть, но вы кирпич не раздолбите. То есть вам нужен кто-то, кто соберет эти все кирпичи вместе и получится какой-то крутой трансформер. Это все могла name-node. Data-node, если вы сходите в нее напрямую, попробуете прочитать, что-то с этим сделать, нет, не сможет. Но при этом name-node знает, что у нее красный блок, он раскопирован на вот тех вот товарищах, которые где-то есть в одной стойке, в другой стойке, в другом дата-центре и так далее. Это вот возвращаясь к тому, как все-таки хранятся файлы. Очень много ноды-тайпов. Обычно разработчик, когда стартует с Hadoop, работает с классической связкой name-node, data-node. Там еще есть первая ошибка на пути разработчика, так называемая secondary-node. Казалось бы, по имени, можно было подумать, что это такая нода, которая должна подниматься, когда у нас упадет name-node. Нифига. Она выполняет определенные функции для того, чтобы периодически мержить логи с основным пространством имен. Но если упадет name-node и попробуйте, не знаю, там, ну-ка, secondary-node поднимись, возьми работать, это не так работает. Этого не будет происходить. На самом деле stand-by-node правильно настроенная, поднимется и выполнит функции второй полноценной ноды. Есть еще отдельные вещи, напоминающие старые добрые чекпоинты в транзакциях у нас в базах данных, которые еще позволяют нам чекпоинтить потихонечку, потом сбрасывать, куда-нибудь удалять старые чекпоинты. И еще отдельная фигня, которая позволяет нам делать бэкап ноды. То есть еще периодически разрезать, делать какие-то архивы. И вот вся эта связка, вся эта куча процессов может спокойно жить на одной машинке, когда вы экспериментируете. То есть вы вполне можете поднять все эти демоны на одной машине, а потом постепенно, как цветочки герани, рассаживать, рассаживать, рассаживать по мере того, как ресурсы будут заканчиваться. Это один из путей. В общем, основной хин здесь в том, что HDFS нода, это GVM, абсолютно полноценный процесс. Вы можете мониторить с GMAX, использовать все ваши любимые утилиты, конфигурировать heap size, это самое главное оружие, желательно не выдавать heapа больше, чем нужно, и, конечно, использовать всю мощь GVM флагов. Перейдем немножечко к минутке теории. Вообще классический MapReduce, он придуман не для того, чтобы большие данные вычислять. Это стандартный привет из функционального программирования. Пожалуйста, в 8-й Java в скале в питоне. Ну, вот мне, кстати, больше всего нравится, как в 8-й Java, потому что там есть первый нолик. Вот мне, как человеку, 8-я Java намного больше нравится с тем, как она писала MapReduce функции. Типичные задачки, которые хорошо при помощи этого движка решать, они вот такие. То есть это, конечно же, любые вещи, которые касаются подсчета статистик над кусками и корпусами текста. Это обработка логов, которые тоже, в свою очередь, как бы корпуса текста, но не обязательно. Там же еще и чиселки встречаются. Это фильтрация данных. Например, перед тем, как загрузить в очень, скажем так, чувствительный к диску, как мне кажется, тот же Spark, иногда полезно натравить старые добрые MapReduce джобы, которые надежно отфильтруют ваши данные, ничего не потеряют и существенно снизят размер данных, чтобы они с парку в память влезли. Например, вот это нормальная связка, они сейчас так и растут на продакшенах. И, конечно же, подготовка к отчетам. Простой пример приведу. У вас есть какое-нибудь огромное предприятие, туда сыплются какие-то штуки, у вас есть такой типичный менеджмент, которому нужны помесячные отчеты. В этой ситуации вы что можете делать? Можно каждый раз, когда он жмахает на кнопку, лопатить все данные сразу. А можно вычислять так называемые агрегаты. Кто-то пользуется техникой лапкупов, кто-то еще чем-то. Эти же агрегаты спокойно можно делать при помощи простейшей композиции MapReduce функции. Следует ли нам использовать MapReduce? Очень хороший вопрос. Некоторые думают, что нет. Я с ними не согласен. Мне кажется, что MapReduce это универсальный бач-движок для данных, которые у нас уходят куда-то на бесконечность. Если посмотреть на системы, как они сейчас сосредоточены, все начиналось с того, что старый добрый real-time аналитика, который приближается к нулю-нулю, я попытаюсь быстренько объяснить таблицу. То есть мы хотим одновременно получать как можно быстрее ответ, как можно большего количества данных. Парадокс, казалось бы. Real-time может очень быстро вам за миллисекунды давать ответ на 100 килобайтах ивентах в секунду. Это круто, но обычно не продакшн какой-то кейс. Где-то сверху для того, чтобы обрабатывать как можно больше ответов, давать как можно больше ответов, расположились различные in-memory, датабейзи, гриды и прочие-прочие штуки. У них проблема. Они в оперативной памяти. У них есть какие-то способы взаимодействия с диском, что-то мерзжет, что-то кидать, та же какая-нибудь Cassandra является собой такой вот пример некоего, так сказать, попыток соединить несоединимое работу в оперативке и работу на диске. А где-то здесь посерединке лежит еще интерактивный процессинг, который говорит, а давайте сделаем какой-то хинт, что-то запомним. Тот же Hive так работает. Сделаем некое подобие индексов. Будем помнить, где у нас примерно на диске, какие данные лежат. Но они, как вы можете заметить, если вы тот же Hive себя подрубите в продакшн через GDBC, не будут отвечать к вам прям за 10 миллисекунд. Тот же BigQuery гугловый, который процессит петабайды, вполне может 30 секунд вам на не очень большой таблице, то есть там такое иногда не очень прогнозируемое время отвечать. А MapReduce позволяет бачами постепенно, за может быть очень долгое время, до конца вселенной, но в итоге все постепенно обработать. Чем больше размер этих файлов, тем лучше, тем бачу удобнее работать. И я буквально коротко поговорю о моделях. То есть классический бач выглядит следующим образом. У вас есть огромная какая-то куча, вы из нее лопатой начинаете выгребать. Вот эта вот лопата, это и есть бач. Вы любите бачи? Мне очень нравится. Мне кажется, ими можно перелопатить то самое большое в данных, что есть. Можно, конечно, работать с фиксированным окном, как работают некоторые псевдо-стриминговые системы, не реал-тайм. Они говорят, так, давай установим жесткие границы и при помощи очень маленьких кусочков функции будем делать очень маленькие бачи. Если бачи будут очень маленькими, то это будет почти стриминг. Никто не заметит. Эта техника называется микробатчингом. Можно все уменьшать и уменьшать такой размер. И совсем отличается, например, стриминговая технология, когда у вас просто идет поток каких-то элементов. Вам нужно фильтровать, например, оставлять только четные числа из потока четных и нечетных чисел. Вы применяете функцию в этой ситуации каждый раз, каждому элементу. Здесь есть как свои достатки, так и свои недостоинства, оговорочки. Но не суть. Суть в том, что бачи тоже круто, они продолжают работать на определенном классе задач. В то же время попытайтесь быстро найти, где здесь вообще MapReduce. Ага, он в левом углу. То есть, если посмотреть на всю современную ходуповскую систему, которая выполняется на Ярне, на ней есть место всему. То есть, я бы сказал, такая полная толерантность к способам обработки данных. И вот в этой ситуации надо запоминать, ходуп не равно MapReduce, хотя сегодня мы говорим с вами именно о MapReduce. Вы должны думать в KVLU-стали. Если вы думаете, что вы уйдете от MapReduce и перестанете думать в этом стиле, нет ни капельки. Вы опуститесь либо на уровень хранилища, будете думать, там по сути нет выбора, с тем же Redis или Memcash, будете думать в KVLU-стали. Поднимитесь куда-нибудь дальше в Spark и на определенном уровне вам придется думать в KVLU-стиле. Очень редко данные бывают вот такими красивыми, плоскими, без каких-то уровней вложенности, при этом достаточно компактными, без ненужных каких-то левых джойнов. В общем, привыкайте. В этом мире нужно думать в этом стиле. И в этой ситуации, конечно, не только MapReduce могут брать какие-то пары KVLU и делать другие пары KVLU или там списки, VLU и так далее. Функций полно. Функциональное программирование кишит этими функциями. Но конкретно MapReduce в движке попытались упростить задачу, выбрали такие две функции, при помощи разных композиций которых можно решить как можно больше кейсов. Но там на самом деле не два шага. Вся проблема в том, что там три шага. Там есть Map, там есть Reduce, это функции или стадии. А есть пересылка данных по сети. Пересылка к тем самым воркерам. Есть воркеры, которые применяют Map и воркеры, которые применяют Reduce. Им нужно как-то между собой общаться. И вот это вот все происходит на стадии Shuffle. То есть примерно если смотреть на эту цветовую диаграмму, все видят разные цвета. Вот. Смотрите, что у нас здесь. Мы хотим как бы сагрегировать желтенькие слайсы, коричневенькие слайсы и темные слайсы. И вот если на стадии Map мы еще могли каким-то образом, скажем так, разложить, что-то отфильтровать, то на стадии Shuffle мы вынуждены копировать одинаковые слайсы к одинаковым слайсам. И только там уже непосредственно на стадии Reduce мы может быть хотим их посчитать или хотим оставить как есть, но вывести дополнительную статистику. Суть в том, что вот этот вот, я уйду из камеры, простите, вот этот вот участок, он отвратительный. Сеть выступает здесь. У нас уже хорошие диски, у нас уже хороший RAM, но у нас очень плохая сеть для того, чтобы переслать все, что у нас есть на диске в этот вот RAM. Это все очень тяжело, а приходится. В итоге там же еще много-много скрытых таких вещей. Я эту картинку быстрее пролистну, потом посмотрите в презентации, что там примерно происходит. Проблема в том, что даже когда Map перед тем, как казалось бы начать пересылать все это по сети, у каждого маппера есть свой маленький буфер в памяти, обычно размером по дефолту типа 100 мегабайт. Это тоже такая вот определенная область хипа, которая резервируется. Он сначала гадит в нее, потом эти вещи как-то агрегируются, копируются на диск. И вот вы можете влиять немножечко на размеры и параметры таких вещей. Основная идея, основная идея всех техник, это сократить как можно shuffle time и все ресурсы, которые мы посылаем по сети. Все техники, которые применяются в MapReduce, они касаются именно этого. Вообще, буквально маленькая вставочка, иногда есть такая проблема. Люди начинают работать с Hadoop и утыкаются в какие-то старые примеры, которые не работают и так далее. И у них порой не получается написать первый раннер. Это всех останавливает. Потому что первый раннер противный. Там много дурацкого Java кода, который мог быть сильно короче, но так люди сделали. Так задизайнили API. Вы пишете такой стандартный класс с мейном, дальше определяете какую-то совсем небольшую штуковину, которая наследует и имплементирует класс и интерфейс, который как бы сразу должен на вход применять конфигурации. И дальше, например, дизайнерите какую-то свою первую джобу, которая работает с входными путями, например, к HDFS, которая у вас дальше будет. А вот это, друзья мои, перечень методов, которыми можно настроить все. Типы KF, типы Value, все эти типы, которые будут работать. И у вас такие простыни получаются. За эти простыни люди обоснованно не любят писать MapReduce джобы, но написанное однажды и скопипаченное дважды оно не считается плохим. Поэтому тут можно что-то придумать. Вот здесь есть такое пространство для велосипедотворения. Ну, стандартный фреймворк это не включается, но в целом люди как-то решают для себя этот вопрос и никто дальше не стонет. Но мы будем пытаться кастомизировать MapReduce. Пойдем немножечко вглубь. Вообще стоит запомнить, что вот есть Map и Reduce, это функция, а есть Mapper и Reducer, это классы, которые как бы призваны применять эту функцию каждой записи, но, естественно, они чуть более сложные, в них есть еще какой-то код, кроме просто тупого вызова. И вы на самом деле эти Java классы можете в них заэверайдить вообще все. Можно даже вообще постараться и написать что-то свое, можно их заэкстендить, что-то скрыть. И вот в этом и заключается циммис всей этой кастомизации. Итак, давайте начнем с такого классического примера. WordCount. Ну, простая задача, никто не спорит. Суть в том, что у вас есть какой-то файл, в нем есть какие-то слова, и вам нужно посчитать, сколько раз каждое слово встречается. Вот здесь вот мы видим замечательную вещь, у нас делятся строчники, и давайте сопоставим каждому слову единичку. Все здорово. А дальше, смотрите, начинается шафлинг, пересылка всего этого по сети. Но вот здесь вот, вот здесь вот у нас есть два кара. Ну, зачем мы их дважды будем пересылать по сети? Ну, это же глупо. Но пересылается. Хотя можно было бы, например, взять и сегрегировать это здесь. Таким же образом, как это делается здесь. И переслать, например, в два раза больше данных. Теперь представьте, что в каждом сплите у вас 64 мегабайта записи или 128. Эта функция действительно может стать неплохой. Особенно в ситуации, когда у вас данные вдоль ключей размазаны неплохо. Вообще в целом все техники, о которых я говорю, подразумевают, что у нас, скажем так, есть более-менее равномерный, нет никакого, например, ключа, который встречается в 90% случаях, остальные все 99% ключей включаются в 1% случаев. Это называется перекошенные данные. И там вообще отдельный мир, хотя это типичный кейс, но мы это не любим. Мы говорим о голой теории. Мы же в Академгородке. Итак, смотрите, мы можем скомбинировать какие-то вещи, мы можем с вами взять и выполнить ту же самую функцию, которая была после того, как мы все это переслали по сети, сделать это до. И, собственно, самая простая техника взять, написать один класс и сказать ему применить до и после. Но здесь отдельный хинт. Если его написать неграмотно или взять, ничто не мешает, загрузить какой-то другой класс на вот эту стадию комбайн, то есть на локальный редюсер, который сделает какие-то другие типы выходов или еще что-то, можно очень быстро навредить своему коду, при том, что никаких ворнингов, компайл иеррор и так далее не будет. У вас просто будут не выполняться джобы, что-то будет сыпаться во время исполнения, что-то даже будет лезть на диск, в итоге вы сожжете кластерное время. То есть там начинаются соглашения, вот этот тернистый путь, и некоторые люди даже пишут для себя такие проверяльщики в своих студиях, которые им говорят, а-та-та, ты, пожалуйста, вот это правило примени, это правило о соглашении имен, типов и так далее. В итоге мы получаем исправленный word count, то есть мы получаем предагрегацию до пересылки по сети. В итоге первое, мы сократили всю пересылочку по сети. У нас получается комбайнер в качестве локального редюсера. Дальше. Мы можем заняться каким-то переопределением вообще вокруг вызовов непосредственно MapReduce функции. То есть представим себе, что у нас стартует какая-то задача. Например, задача стартует и вы хотите что-то проверить или подготовить что-то непосредственно для какой-то Map или Reduce функции. В этой ситуации вы можете переопределить функцию setup, то есть некоторые начальные установки. И, например, не знаю, прям в сетапе что-нибудь фильтрануть или проверить, а есть ли источники. И в этой ситуации, например, не давать запускаться задачи. Вдруг вы какой-то источник по ходу действия подгружаете, у вас из-за этого все время будет фейлиться джоба, и пожалуйста, вам это совершенно не нужно. Или вы можете, например, обработать какие-то эксепшены, которые валятся изнутри, из MapReduce функции. Вот непосредственно в MapReduce очень сложно обрабатывать внутри вот этих функций какие-то исключения. Можете сделать в клинапе. Это такой глобальный финалайз, я не знаю, для каждой задачи. Можно такую аналогию провести. Но это мелочи по сравнению с тем, что можно сделать дальше. Вы на самом деле можете взять и переопределить метод run, которым, как вы видите, тупо в цикле до того момента, пока вы можете получить следующую запись. Вызывается функция map. Можете сделать здесь все что угодно. Вы можете прям здесь что-нибудь отфильтровать, если вам сильно хочется. Можете здесь что-то провалидировать. Можете просто пропустить каждую вторую запись. Можете пропустить каждую тысячную запись. Например, если у вас какой-то тестовый прогон. Если вы хотите действительно заняться сэмплингом не потом, а теперь, то есть немножечко до. Вот такие вот разные нехорошие вещи люди творят. Ну и то же самое для Reduce функции. Вы можете взять и, например, пробежаться по множеству values и что-то сделать, какую-то проверочку. Вдруг уверены, что там такой сайз, который может там дальше при какой-то передаче не влезть куда-то в хип. То есть у вас полный контроль на самом деле есть. Давайте пойдем немножечко дальше. Следующий момент. Сколько нам нужно, например, редюсеров для того, чтобы выполнить какую-то задачу? Проблема в том, что по умолчанию всегда стоит один единственный редюсер. То есть вы, если так особо не запаривались с настроечками, вы таки натравили кучу мапов и оставили один редюсер. И чем занимается этот один редюсер? Ну, во-первых, он, например, получает все ключи и, например, возвращает в отсортированном порядке. Здорово. Недавно Google опубликовал статью, вот там у них был миллион соревнований, они там в течение 10 лет сортировали там петабайт быстрыми сортировками. Спросили, слушайте, а есть какое-нибудь практическое применение вот этой всей истории? Ну, как бы мы за 10 лет не нашли никакого практического применения глобальной сортировки петабайта. Она не нужна никому. Вам часто нужны какие-то локально сортированные кусочки, может быть топ, но действительно не полная глобальная сортировка целого петабайта записи. В этой ситуации сложно придумать кейс, которым можно воспользоваться. Скорее всего, мир устареет, пока вы воспользуетесь там миллиардной записью. Далее. Проблема в том, что именно редюсер и начинает заниматься этой самой глобальной сортировкой. То есть вы там все так хорошо продумали, свою систему протюнили, забыли увеличить количество редюсеров и вот весь этот поток, весь этот шафл начал долбиться в одно место. Это взяло огромное количество времени на вычисления и самое главное, все это попыталось залезть в хип. Вы, конечно же, поймали out of memory. Ну то есть это хорошо иметь один редюсер, когда вы, например, опять же имеете тестовый прогон, у вас еще там, например, такой тестовый препродакшн на каком-нибудь небольшом тестовом датасете, но не в реальности. В случае с multiple reducers вы, казалось бы, имеете некоторую анархию в том, как это все будет между редюсерами тасоваться. Но нет, никакой анархии, конечно же, нет. Есть определенный закон, по которому… Так, я немножко опережаю, видимо, свои слайды. Давайте немножечко дальше скипнем. Я хотел бы описать идеальный кейс для вычисления количества редюсеров. Предположим, у вас есть какие-то данные, которые нужно разбить по дням недели. Ну, есть какой-то безумный клиент, который хочет за понедельник вот такие вот показатели продаж, за вторник такие. Хотя почему безумный? Типичный американский кастомер. Ему почему-то нужно все это сделать по дням недели. И по воскресенью тоже отдельно. Дальше вы специфицируете семь редюсеров, и каждый редюсер на вход принимает, например, продажи за какой-то отдельный день. А там уже редюсер агрегирует их за этот день, или сортирует, или делает и, там, например, выделение топа какого-то. И… То есть в редюсере можно сразу несколько, конечно же, задачек решить, чтобы несколько раз по данным не проходить. И, конечно же, у вас есть необходимость рассортировать эти данные, чтобы на редюсер, который ожидает агрегацию по понедельнику, приходили данные именно по недельнику. И есть специальный метод, специальный класс, который отвечает за то, чтобы эти данные распределялись. То есть за то, какие ключи, куда маршрутизируются. Никакой анархии здесь нет. Есть типичный партишенер. Что-то у меня тут этот слайдик пропал. Но ничего страшного. Я перейду к партишенерам, видимо, чуть позже. Это такой вот загруз был немножечко вперед. Самая лучшая идея – это вообще скипнуть редюсеры. То есть просто отказаться от них. Если есть какая-то задачка, которую можно сделать без редюсера в MapReduce парадигме, который становится, конечно же, тупо Map парадигмой, все становится вообще замечательным. Вы просто берете input, натравливаете на него кучу мапперов, неприхотливых мапперов и получаете output сразу же в ваш GFS. Типичные задачи, например, фильтрации данных. Вы хотите из петабайта получить терабайт. Все. Вы пишете маппер, который по каким-то принципам все это фильтрует. Выполняется быстро, пересылок по сети нет, все работает. Далее. Еще одна из техник, как можно чаще не использовать редюсер в MapReduce парадигме, это некое отдельное специальное хранилище. Например, вы хотите, не знаю, там, таблицу женских имен разослать по всем нодам, чтобы там поздравлять кого-то с 8 марта. Хотя 8 марта уже прошло, ладно, бог с ним. Вы можете эти данные не раздавать отдельно каждому мапперу, отдельно каждому редюсеру, каждый раз что-то копировать. Вы можете банальнейшим образом сделать какую-то глобальную точку входа, например, какой-нибудь там memcache сервер поднять, сделать там большую хэш-таблицу, которая будет иметься доступ изо всех точек. Да, у нас получается нехорошая глобальная точка синхронизации, в которую все как бы, скажем так, это не диск, это не изолированная, в нее все немножечко пишут. Лучше всего делать такие вещи, конечно, на чтение, тогда проблем не будет. Иначе мы начинаем куда-то уплывать в сторону многопоточного Java программирования, которого хотелось избежать. В целом идея дистрибьют кэша, там есть много техник, как его поднять, можно просто конкурент хэш-мап какой-нибудь поднять в оперативной памяти и не париться. Вы шарите общие данные на чтение. Далее. Имплементируется довольно легко, причем общие данные могут быть, например, просто джарниками, которые, это даже ваш код, может быть в каком-то смысле, загружен в дистрибьют кэш. Это могут быть какие-то фоточки, которые, ну это там, не знаю, когда контакт делал, наверное, свою первую архитектуру, это была фотка Павла Дурова, я уверен, она была в дистрибьют кэше или в его аналоге. Работать с ними очень легко, вы внутри любой вашей MapReduce джобы используете джоб контекст, из него получаете все пути и дальше работаете при помощи стандартного файлового API. Еще одна техника, которая позволяет делать такую приятную вещь. Часто для отладки, в целях отладки или понимания каких-то вещей, ну вы, скажем так, не всегда можете присоединиться к какому-то процессу, к какой-то GVM и понять, что происходит. Например, когда у вас много-много таких GVM запущено, они что-то там делают, чтобы понять вообще состояние вашей программы в данный момент. Хочется завести какую-то статистику. И эти статистики есть у нас, они называются каунтерами. Хадупчик вполне их себе поддерживает. Вы заводите эти каунтеры. Часто после стадии дебага они удаляются, если они сильно не нужны. Очень редко кто делает продакшн-логику на каунтерах, но именно на стадии дебаггинга они часто очень используются. И, например, складывайте, вот в данном примере складываются там различные стоп-слова или хорошие слова. Просто вываливать туда счетчик. Единственная просьба понимать, что каунтеры это все-таки в каком-то смысле опять же глобальная расшаренная переменная и хорошо бы, скажем так, не всем и не сразу в эту переменную писать. Она, конечно, определенным образом защищена, но, как вы понимаете, издержки синхронизации. Вот тот момент, о котором я говорил. Стандартный партишнер, который говорит, как нам переслать данные между редюсерами с маппером, имеет внутри себя простейший код. Он берет просто хэш-код ключа, делает и со стандартным max value делит на количество reduce task, которое вы определили. Там 2, 4, там, не знаю, 500 и пересылает. Вы можете вообще здесь написать return 1 или return 2 и пересылать все на второй редюсер. Можете написать свой собственный закон. То есть достаточно просто написать там свой партишнер, перепределить в нем метод, можно этот перепределить партишнер, как-то использовать хэш-идеи. В случае, когда мы хотели раздавать понедельники, вторники и так далее, нужно было бы, не знаю, взять какую-нибудь enum с днями недели, что-нибудь, что побыстрее будет читаться. Вот. И, пожалуйста, рассылать на соответствующие редюсеры. Но это такой немножко ручной тюнинг для устоявшихся систем. В итоге наша система усложнилась. Вместо маппера и редюсера у нас появился комбайнер, который предагрегирует, партишнер, который перенаправляет все это между нодами. И иногда мы еще скипаем шафлинг и редюсер. То есть в итоге система получилась немножечко другой. Вы можете кастомизировать довольно так. У меня уже немножечко времени осталось. Давайте я сейчас скипну некоторые вещи. Перейдем к джойнам. Джойны делать не менее интересно. Типичный классический джойн делать следующим образом. Вы натравливаете, опять же, у вас есть какие-нибудь две прям таблички или околотабличных данных. Вы хотите их заджойнить. Натравливаете мапптаски, которые все это вытягивают в кавелью последовательности. И дальше вы все вот это начинаете тасовать по сети, чтобы потом в редюсере это собралось какие-то пары и в редюсере же сагрегировалось. И потом все это вываливаете в output. В общем, порой терпеть какое-то декартовое произведение, пересылаем по сети, не совсем хорошо. Хорошо бы, как вы помните, его по сети не пересылать или сделать что-то подобное. И тут люди говорят, а давайте мы снова скипнем редюс и шафл фазу. Насколько это возможно? Первая идея. Помните, как в стандартном SQL, если у нас есть маленькая табличка, давайте мы эту маленькую табличку положим сразу в память и будем с ней джойниться. Люди из Big Data Mir, они все время подсматривают на опыт SQL-щиков на самом деле и в один в один просто копипастят у них все алгоритмы, которые там есть. То есть можете сразу у себя в голове какие-то такие вещи узнавать. Можно, например, маленькую табличку положить просто в хэш таблицу в памяти, можно в distributed cache, можно еще куда-то положить. И в итоге вы прямо в маппер ее каждый раз подгружаете и вот с этим небольшим словариком вы большую таблицу джойните. Каждый раз, каждую строчку. То есть это простая довольно-таки техника и все сразу пишите в output. Нет редюсера, нет шафлинга. Мы могли бы, в принципе, сделать это же с редюсерами, это бы сожрало у нас очень много всего. В ситуации, когда вы хотите остаться в рамках мап-сайт джойна, но все равно уже чуть большие таблицы делать, то есть там таблица не 2 мегабайта, а вторая, так посерьезнее, эта таблица пилится на определенные бакеты. И вот эта техника бакетирования, там вы ключ, опять же, по какому-то принципу хеширования держите. Уже эти бакеты нарезаются и в соответствующие мапперы пересылаются. Вы в итоге, по сути, сами повторяете этот алгоритм, который, скажем так, вот здесь есть ключик А, здесь ключик А, и вот здесь много записей с ключиком А. Давай-ка мы вот в этом маппере их сжойним. Ну, узнаете, узнаете. Здесь ничего такого страшного нет. Но если у вас реально большие таблицы есть, то вы поднимаете уже в качестве дистрибьют кэша какой-нибудь редис или мем кэш кластер. И опять же избегаете редюс стадии. Вот в этой ситуации такой наивный подход, который всегда рекомендовался в стандартной книжке по ходупу делать через map reduce весь join, он убьет любую систему напрочь, конечно же. Буквально еще пара слов про перформанс. У нас такая конференция перформансная и все про это. Вот. Всегда можно выкинуть map reduce, заменить на какой-нибудь direct-recyclical graph engine, которая что сделает? Она говорит, окей, вы сами там решили, какие редюс стадии выкинуть. Но вы не избавились от самого главного. Вы пишете все время в файловую систему и все время с нее читаете. А ведь наверняка, если бы мы построили граф, раннее позднее расписание работ, что-нибудь еще, что-то можно было бы с Джоней смержеть, соптимизировать, дайте ко мне это. Я сейчас применю какой-нибудь крутой графовый алгоритм. И не сброшу некоторые состояния на диск, а некоторые соответственно не прочитая. Мы убираем медленную часть с диском, оптимизируем и собственно на этих принципах построены TES и SPAR. То есть они просто убрали вот эту часть с HDFS. Однако тут свои риски, связанные с тем, что состояние у нас начинает храниться в оперативной памяти, в том числе и промежуточных шагов. Ну люди идут на эти риски, конечно, чтобы посчитать что-то быстрее. В общем идея в чем? То есть вы разбиваете вашу проблему на очень-очень маленькие подзадачки, потом строите из этих подзадачек директа и секрет граф. И тут интересный момент. Вы можете кому-то доверить построить этот граф, но есть и TES API. Оно, конечно, очень страшное. Но вы можете… Там, знаете, люди разошлись вот такие, которые писали в стиле паттерны ранних 90-х. MyBuilder, Processor, Joyner, вот такие вот огромные штуковины, но из них реально можно самому руками, вот вы соптимизировали что-то на бумажке, собрать вот этот полностью граф, скипнув некоторые стадии. И уже внутри вызвать наши стандартные мапперы и редюсеры в некоторых местах, но без сохранения в HDFS. Но это TES. TES хорош. И, конечно же, все это ранится на JVM, надо не забывать. У нас есть типичные проблемы. Проблема в том, что типичный Java-разработчик, который приходит в эту экосистему, начинает использовать Java-овские типы. У Hadoop свои типы. У него есть свои типы для int, свои типы для string и так далее. И у них есть свои, соответственно, фишечки, они кое-где поймут, табельнее будут, ну и так далее. И, конечно же, люди начинают использовать зачем-то коллекции. Коллекции не должно быть. Нет никаких коллекций, никаких array-листов там. Если у вас какой-то array-лист, а там откуда-то взялся, то все, пиши пропал. Это же будет array-лист в каждой задаче. Вы перерасходуете все это дело. Ну, как я уже сказал, это сортировка всех данных в памяти. Это убивает все, конечно же, напрочь. Это попытка логировать все. Любители логеров, если сидят в этом зале, то они поймут. Вы в обычной системе можете логировать, получать логов. Там n-квадрат от того, что у вас происходило в системе, здесь нельзя. У вас уже большие данные. Вы получите n-квадрат больших данных от того, что будете все логировать. Поэтому тут применяется техника смешанной сэмплинга с логированием, скажем так. Это огромное количество джарников, которые живут как будто бы в домавиновскую эпоху. Мавин, конечно, есть. Есть SBT для любителей, да? Но вы в целом все время должны думать в рамках джарников, которые посылаются. Но вот это принцип data locality. Вы все время работаете с кодом. Ну и, конечно же, все траблы с GVM вы огребаете или, наоборот, радуетесь. Основные подсказки. Вы должны желательно использовать для диска корректный data storage. Тут я рекомендую все то, что… И вы уже и так связались с GVM. Но нарабатывайте экспертизу в этом. Используйте HBase или Cassandra в качестве хранилищ или HDFS. Не лезьте куда-то еще, что выполняется на JavaScript. Не надо. То есть не забывайте о комбайнере. Это просто как отчинаж на самом деле должно быть. Вы написали reducer, напишите комбайнер. И проверьте ассоциативность операции. Дальше. Используйте или переопределяйте. Вот все вот эти типы, которые отвечают за то, чтобы переписать ваши числа в последовательность битиков и байтиков, различные в writable типы. Можете написать свой, более эффективный, сжимающий, использующий bloom фильтры или что-нибудь еще такое зверское. Свой собственный в writable тип. Да, он не все восстановит. Ну и что? Может быть, вам и не надо все. Все время помнить о минимальном требуемом replication factor. Люди, опять же, работают с дефолтным. Это еще один способ мультиплицировать ваши большие данные. Ну какой типичный replication factor надо выбрать? Ну можно поставить один, но это нехороший фактор. Два, четное число плохое. Десять, вы получите умноженное на десятку количество ваших данных. Хороший фактор три. Всем рекомендую. Если у вас злой босс, то четыре. Злой кастомер, то пять, но не больше. То есть три, четыре, пять. На предпродакшене троечки обычно хватает. Тюньте GVM и думайте в нотациях. Бегу. Буквально парочку простых флагов и моментов, на которые точно стоят. Я уверен, что когда работали с GVM, вы в классическом Java приложении, вы с ними сталкивались. Мы обычно обращаем внимание на вот семейство настроек, которые ползут отсюда. MapRed Child Java Options. Там куча маленьких вещей, которые отвечают за все вот эти вот кусочки хипов, которые выдаются каждой MapReducer тасочки. Это, конечно же, так как, к сожалению, Hadoop все чаще-чаще, мы уже уходим с вами в восьмую Java, он все чаще-чаще остается в шестой, седьмой Java. Вы должны помнить, что у вас там не всегда G1. У вас какой-то предыдущий garbage collector, вы должны распечатывать какие-нибудь детальки хотя бы из него, чтобы понимать, что происходит. Обычно бигдатор-разработчик, он все время смотрит на garbage collector. Но не в смысле там, какая пила интересная. О, господи, как здорово, что он занимает все CPU. Это же хорошо. Значит, ресурсы не простаивают. Там же, когда ресурсы не простаивают, скидки идут на серверах. Мы по-другому смотрим немножко на garbage collector. Естественно, используйте, где только возможно, в какой угодно старой Java, используйте алгоритмы, которые хоть как-то в параллели пытаются убирать с вами мусса. Либо выбирайте действительно маленький размер GVM. Есть одна интересная вещь, связанная с пере… Сейчас это очень модно, переиспользовать что-нибудь. Вот для каждой задачи по дефолту раньше запускалась отдельная GVM. То есть вы тратили силы на старт новой GVM. Но вы понимаете, это плохо, это нехорошо. Можно переиспользовать, так сказать, перешарить или я не знаю, как корректно Uber перевести. В итоге вы не тратите снова время на старт. Иногда вам нужно, соответственно, там почистить мусорок какой-то. Вот вы смотрите, выбираете и можно на настройку указать, для каких-то вещей опять же это использовать. У меня осталось совсем две с половиной минуты, я даже успею. Буквально хотел парочку вещей сказать о работе с тестированием, в продакшене, какие стадии обычно возникают. Во-первых, не забывайте, что мы Java программисты. У нас есть юнит тесты. Тут тоже есть тесты. Вы можете ваш функционал, вашу бизнес-логику, засунутую в MapReduce, тестить при помощи мэр юнитов. Да никаких проблем. Есть фреймворк, там в тест достаточно положить в проверку Map функции три числа, на вход получить тоже три числа, для редюса положить три числа, получить одно. То есть простейшую логику вы спокойно можете проверять. Именно логику. Это не значит, что у вас кластер будет потом работать со всем этим делом. То есть выглядит это примерно следующим образом. Естественно, это слизано со стандартного, ну, наверное, четвертого, может, еще и четвертого юнита. У нас уже есть аннотации. То есть вы точно так же этот класс засовываете, можно в сетапе что-то с ним сотворить и дальше просто гоняете какое-то количество тестов. Про это не забывайте. Стандартные стратегии по выкатке приложения, которые существуют. То есть вы делаете все сначала в локал моде, то есть вы разрабатываете, что-то тестируете, пишете мр юниты и у вас очень маленький кусочек данных. Он может вообще никакого не иметь отношения. Это часто с вами самими сгенерированы некоторые кусочек данных. Потом вы запускаете все это в псевдораспределенном режиме и вы как бы в этот момент переходите на понимание вашего инфраструктурного уровня. У вас в инфраструктуре-то все в порядке, все со всем интегрируется. А это тоже типичная проблема, что-то с чем-то не интегрируется. Потом вы переходите к тестированию, уже у вас функционал готов. Вроде бы кластер шевелится в маленьком размере. Вы переходите к разработке и тестированию, доработке и тестированию в полностью распределенном размере. И здесь данных может быть уже там стриминг, например, если тестите, но можно потестить там на проценте от реального потока. То есть к шторму не готовимся, но хочется посмотреть какие-то близкие к реальной нагрузке. Ну и финальное выполнение, которое, к сожалению, всегда стоит огромное количество денег. Попробуйте хоть на проценте данных или на 5% данных все это сделать в полностью распределенном моде. Это часто сложно сделать. Именно потому, что никто не готов просто оплачивать этот банкет. Ну, минутка рекламы. В итоге получается вот такая вот катавасия, например, какой-нибудь типичный проект с большими данными в юпами. Выглядит теперь вот так. Там просто куча всего и нет обычных специалистов, которые знают это все. Поэтому команды большие. Всем найдется место. Но мне это все напоминает вот эту штуку. Я сейчас начал заниматься сантехникой у себя в ремонте. И вот там вот очень много всяких сочленений, штук, которые предохраняют, знаете, от гидроудара. Ну ладно, не буду. Это другой доклад совершенно. В итоге, суть в чем? К сожалению, пока у нас был MapReduce, мы могли хотя бы сделать вид, что мы Java-программисты. Что у нас там есть какое-то время подумать о логике. Чем дальше мы уходим от MapReduce, тем больше мы будем заниматься, по крайней мере, в бигдата мире, инфраструктурными штуками. Инфраструктурные штуки с утра до вечера. И вы все больше девопсеете, по крайней мере. То есть те, кто, может быть, уходили из backend Java разработки, MapReduce, это ваш шанс зацепиться немножко на этом уровне. Иначе, ну, вы деградируете до уровня девопс инженеров. Ничего плохого о девопс инженерах я не хотел сказать, но заметьте, что это не самый лучший путь. У меня почти закончилось время, буквально, сейчас спущу вас на обед, по roadmap. Это же важно. Кто-то думает, что Hadoop застыл, не развивается. Да нифига, там третий релиз готовится. Все очень прекрасно. Во-первых, наконец-то, уже сейчас есть определенная поддержка восьмой Java, то есть поддержка. В третьем Hadoop будет только восьмая Java. Никаких длинных функций будет покороче. Можно будет сделать какую-нибудь красивую композицию MapReduce. Вот то, о чем я говорил. В HDFS обещают побороть вот это вот узкое место на именноду, которая держит все имена. Пока что ее можно прикрыть при помощи одной ноды. Девелоперы хотят, чтобы можно было сколько угодно, чтобы high availability была прям вот high availability с хорошим фактором. Далее. Муки у разработчиков обычных вызывает различные способы затюнить настройки. Поэтому было предложено сделать небольшую смарт-машинку, которая работает, но чуть-чуть сама делает конфиги. И, конечно же, использование всех типов ресурсов, какие только можно представить, в качестве именно ресурсов для контейнера в Yarn. Если когда-то все начиналось только там, вы да ему два ядра и четыре гигабайта памяти, то сейчас хочется манипулировать полностью, да ему там 3% этого SSD диска, 10% этого HDD диска и так далее. Ну и, конечно же, с версии 2.7 это уже там появилось. Спокойно можно взять полноценный докер-контейнер, взять его с продакшена, засунуть внутрь Yarn-контейнера и отправить вот это вот все в вашей системе исполняться. То есть, что не может не радовать, да. Про сеть ничего не слышно? Про кого? Про сеть. Нет, нет. Сетью… Я вот специально посмотрел вот позавчера все последние ищутся, как их закрывают. Вот эти вот прям вот уже хорошо закрыт, 16 марта был, по крайней мере. Вот эти все неплохо, по сети вообще ничего нет, да. Но с сетью везде, по-моему, беда. И действительно, мы пока должны использовать стандартные техники, чтобы избавляться. Но в итоге я заканчиваю. Все, уже можно будет идти кушать. MapReduce – это, конечно, вообще не идеальный подход. Уже много подходов пришло к нему на смену. Но, во-первых, пока что он составляет 80% какого-то продакшен-кода, там, не сделан на хайве, по крайней мере, не на SQL-движках. Поэтому, если вы попадете на уже работающий проект, вам придется с этим иметь дело. Скорее всего, придется тюнить неграмотное решение предыдущего специалиста, который не знал о локал-комбайнере. В общем, изучайте. Он еще долго будет в строю. Все, всем спасибо.